Долой пернатых! Ну-ка, посмотри, что там за шум! Чего вы тут раскрычались? Спать мешаете? А ну, кыш отсюда! Тихо! Кому сказали? Ну, кто тут горланец с утра пораньше? Это всё они! Тише! Хватит вопить! Эй, вы! По-моему, это вы сами вопите! А птички поют! Так красиво! Никто в лесу петь не умеет! Эй, так уж и никто! Кыш, пернатые, кыш! Это наш лес, а не ваш! Вы нам мешаете спать! И поэтому, кыш! Птички, пойте, пойте песни! Громче пойте, пойте вместе! Пусть все слышат ваши крели! Птицы в лес уж прилетели! Кыш, пернатые, кыш! Это наш лес, а не ваш! Вы нам мешаете спать! И поэтому кыш! Птички, никого не бойтесь, Гнёл в душках своих устроитесь! Мы всю зиму вас прождали, Чтобы слух наш услаждали! Это наш, только наш лес! Всех пернатых давай! Песни радости весны, Песни обожаем мы! Пойте, щёлкайте, свистите, Песенкой весну будите! Пусть расскажут ваши трели, Птицы в лес наш прилетели! Это наш лес, а не ваш! Вы нам мешаете схват, И поэтому кыш! Это вовсе не ваш лес! И хватит тут командовать! Пусть птицы живут рядом с нами! А это ты видел? А это ты что делаешь? Прекрати немедленно! Будет так, как я сказал, понятно? Так, как сказал ты, Не будет никогда! Ээээ! Ха-ха-ха-ха-ха! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это наш лес! Понятно вам? А вот и не ваш! Ах-ха-ха-ха! Куда тебе за нами угнаться? Увалий, полосатый! Ах-ха-ха-ха-ха-ха! Ты что? Да сейчас я вам покажу! Да, подождите! Не до вас сейчас! Лео! Смотри! Хорзы слева заходят! Ой! Стойте! Остановитесь! Они улетели! Птицы! Улетели! Нам надо передохнуть. Ну что, сдаётесь? Теперь поняли, чей это лес? Неваш, и мы это докажем. Собираемся в штабе. Надо продумать план сражения. Собираемся в штабе. Тик и Яра сидят в засаде. Ты, Мила, бежишь сюда. Заманиваешь их в ловушку. А-а-а-а! А-а-а! Это эти! Так, как они называются? Куда они взялись? Мама рассказывала. Они высасывают из всех круто. Какой ужас! Как от них спастись? Подбежали к мапе. Он должен знать. Ой! Мама-пандига! Помогите! Мама-пандига! Я не знаю, как его разбудить. Пискулы! Это гаморы-пискулы! Хватайте состовые ветки! Скорее бежим к пещеру! Мы что, теперь всегда тут сидеть будем? Ну, почему всегда? Зимой эти пескуны-кровососы спят. Мапа, пандига! А что это за пескуны такие? И почему они кровососы? Эту историю деду моего деда его прадед рассказывал. Гостил у доброго духа тайги его родной брат Амба. Но был этот Амба таким злым, что звери в тайге сразу же не взлюбили его. Очень рассердился злой дух. И решил он зверей наказать. Наплодил комаров, пескунов, кровососов. Не стало от зверям житья. Пошли они жаловаться на кровососов доброму духу тайги. Дух тайги приказал тигру с комарами расправиться. Только ничего у тигра не получилось. Уж больно мелок, да скоро комар пескун. Тогда отправил дух тайги на битву с комарами леопарда. Зачем волка? Да только они ни с чем воротились. Тут подлетела к нему маленькая птичка, синичка. И говорит, а можно я попробую? Дух тайги согласился. Попробуй. Запела синичка во весь голос. Прилетели на ее зов птицы. Замелькали крылья в воздухе. Защелкали птицы клювами. И дня не прошло. Исчезли комары. Пропали пескуны кровососы. Я знаю, что нужно делать. Мы должны всех птиц в наш лес вернуть. Только я не знаю, как. Очень мы их обидели. Так вот, почему столько комаров в тайге развелось. И чем же это вы птиц-то обидели? Мы сначала их от куниц защищали. Потом заигрались и... И только хуже сделали. Приди к нам, приди, Дух, тайги. Приди к нам. Приди к нам, приди, Дух, тайги. Приди к нам и нам помоги. Не то совсем опустеет тайга. Ну, говорите. О, великий Дух, тайги. Помоги, пожалуйста, вернуть всех птиц в наш лес. Никогда мы сами их не обидим и другим не позволим. Я прошу тебя, великий Дух, тайги, пожалуйста. Они так красиво поют. Мы так будем их любить, так будем беречь. КОНЕЦ 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 Пусть расскажут ваши стрели Птицы в лес наш прилетели Маленький подвиг И тогда лисичка Стала прогонять зайчика Лео, смотри, лисичка Прям как настоящая Ну, Милка, ты даёшь Тик, ну не мешай Мила, дальше, дальше Давай, показывай Но зайчик не испугался лисичку Смотри, заяц Не испугался он, а? Тоже мне герой Кудышок! Милка, а это тоже часть представления? Нет Береги Осторожней Ой, Милка, я слюду Ап, бегают тут всякие Под ноги не смотрят Пчелух! Спасибо А что случилось-то? Пчелух Пчелух идёт Пчелух! Пчелух! Ну и громадина Это герой! Он спас нашего малыша! Чего? Герой? Герой! Где? Герой! О, спас! Это я, что ли, герой? Слышишь, Лео? Я, говорят, герой! Ну, конечно! Хвала герою! Хвала герою! Хвала герою! Светник, что это? О, ваше мудрейшество Это же первый подвиг! О, герой! Ты спас нашего любимого малыша! И поэтому позволь пригласить тебя на пир В честь тебя! Пир в честь меня? Вот это здорово! Я герой! 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 Тик! Ты что, серьезно? Ребята, да вы сами все слышали! Приходите вечером на пир! Хвала герою! Вы это, давайте, поаккуратнее меня несите И уроните героя! О, герой! Храбрейший тип! Все ли тебе нравится у нас? Ага! Эх, жаль, Лео меня сейчас не видит! Он ни за что не поверит! Ха-ха! Это я, что ли? Здорово! Теперь будет, что Лео показать! Кривись! Кривись! Аккуратно! Хух! Успел! Ну, вы даете! Валаги мою! Да ладно, ерунда! Ну, ну, хватит уже! Второй подвиг! Второй подвиг! Ваше главнишество! Он... Он совершил второй подвиг! Вот тебе А ну, кыш Третий подвиг Третий подвиг Ну да Нравится мне быть героем Великий герой Тиг Легенда говорит правду Ты снова пришел к нам Легенда? А что за легенда? Древняя легенда Это было очень Очень давно Маленьким и слабым Было племя Лемминга Всего боялось Любой нас обидеть мог Но самым страшным Для нашего племени Было чудище лесное Каждый год приходило чудище К нашей кладовой И разоряло ее Взмолились лемминги О, великий дух Тайги Защити нас, маленьких И услышал дух Тайги И обещал их Послать героя Но не сразу Узнали его лемминги И только когда Совершил он Три подвига Поняли, что перед ними Герой И поклонились Лемминги герою И поведали Они о своих бедах И пошел герой И прогнал Чудище лесное Здорово! А что потом было? А потом герой ушел Но сказал Что если чудище лесное Опять будет обижать племя Он вернется И узнаем мы его По трем подвигам И вот он здесь Да? И кто же он? Это ты Великий герой Хвала герою! И теперь, когда ты здесь Ты избавишь нас От лесного чудовища Хвала герою! Да я запросто Что там у вас за чудовище? Бурундук, что ли? Бурундук Немного покрупнее Вообще-то это Челух Челух? Челух Знаете, я это Я не готов быть героем Да и какой из меня герой? Вы кого-нибудь другого найдите, ладно? Лемминги! Герой должен совершить подвиг! Герой! 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 Эй, вы чего это, а? Пустите! Пора герою! Я не хочу быть героем! Пора герою! Эй, там! Выпустите меня, слышите? Мне уже домой пора! Пора герою! Я это, я вернусь! Вечером! Прямо к подвигу! Иди сюда! Я же тебя спас! Теперь ты мне помоги! Найди моих друзей! Пожалуйста! Куба, лови! Не поймал! Там, тик-тик! А наша его клетка! Бац! И... Фу! Погоди, погоди! Какая еще клетка? Ну-ка, по порядку давай! Герой! 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 И зачем я только в герой полез? Герой! Сидел бы сейчас дома с Лео! Герой! 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 Геменки! Час подвига пробил! Лео, друг! Ну, где же ты? Герой, ты готов сразиться с лесным чудовищем? Нет! Герой готов! Герой готов! Удачи, герой! Мы в тебя верим! Здрасте! Пчелух, слушайте, может, это... Как-нибудь договоримся? Все, я пропал. Тик, не бойся, я здесь! Лео, друг, ты пришел, а ты меня спасешь? Да, Тик, есть план! Лео, солнечный зайчик, это и есть твой план? Терпение, Тик! Представление только начинается! Чудовище! Лео, все, прощай, друг! Герой прогнал лесное чудище! Хвала герою! Хвала герою! А это... Это не я! Хвала герою! Куда оно делось, это чудовище страшное? Ха-ха-ха! Вот оно, твое чудище! Тик! У-у-у-у! Ребята, ну вы даете! Здорово вы все придумали! Даже пчелуха напугали! Вот вы настоящие герои! О-о-о, великие герои! Да, никакие мы не герои! Мы просто Тиго спасали! Мы же друзья! А пчелуха нам прогнать помогла слюда! Ха-ха-ха! Тогда, тогда устроим праздник в честь слюды! И друзей! И друзей! Праздник дружбы и слюды! Звучит неплохо! Ха-ха-ха! Ай! О-о-о! Ваше мудрейшество! Йо! А все-таки я три подвига! Ха-ха! Совершил! Ну тик! Ты не справим! Ха-ха-ха! Маленькая Вьюшка Кедровая! Я первый ее увидел! Мама Пандига поручил собирать шишки мне! Нет, мне! Отдай! Это я ее первый увидел! Нет! Хорзы! Вижу цель! По пятниц тому И по носатому Отборными шишками Швыряй! Спасибо, Спайк! Теперь нам запасов на всю зиму хватит! Погнали к Маппе! Вот он обрадуется! Ха-ха-ха! Чего? Надо же! Запасов им на всю зиму хватит! Хэй! Тоже мне! Спайк! А я не понял! Когда мы запасы-то делать будем? Никогда! Хорзы не делают запасы! Хорзы работают головой! Молодцы! Ой, молодцы! Сколько кедровых орешков принесли! Запасы в тайге самое первое дело! Без них зиму не пережить! Вот придет Завируха, тогда вы мне все спасибо скажете! А откуда она придет? Да! Откуда Завируха приходит? Где у нее дом? Маппа, Пандюга! Расскажите, где эта Завируха живет? Да что про нее рассказывать! Живет Завируха в ледяном дворце На вершине самой высокой горы! Там, где круглый год снег не тает! А когда наступает зима, она спускается в тайгу! И тогда главное ее не злить! Если Завируха озерчает, жди беды! Всех заморозит Завируха, всех превратит в лед! Никому пощады не будет! Ни зверям, ни птицам, ни деревьям! Говорят, однажды вся тайга чуть не погибла от ее ледяного дыхания! Ой, мамочки! Что-то стало холодно! А вдруг эта Завируха злится? За Завируха злится? Да это же сказки все! Да, мапа-пандига! Может, и сказки, а может и нет! Лео, ну куда мы идем? Мы должны найти Завируху! И узнать, из-за чего она злится! Да нет никакой Завирухи! Мапа же сказал, может и сказки! Ты слышал? Это она, Завируха! Завируха! Прячемся! Доченька моя! Доченька? Скорее, скорее прячьте запасы, пока Завируха до них не добралась! Прячьте, прячьте! Все равно они достанутся нам! Осталось только придумать, как! Давай, Спайк, думай! Мапа-пандига! Мапа-пандига! Мы знаем, почему Завируха сердится! Она потеряла свою дочку! Вьюшку! Надо ее найти! Тогда Завируха перестанет злиться, и Тайга не замерзнет! Молодцы! Так так! Завируха потеряла дочку? Очень интересно! Кажется, у меня есть план! Теперь они сами отдадут нам свои запасы! За мной! Мама-пандига! Кое-кто так хочет тебя найти, что готов отдать все! Даже свои запасы на зиму! Я хочу к маме! Спайк, а нам-то что делать? А вы Вьюшку стерегите! Глазь с нее не спускайте! Чего это она? Не знаю! Поиграть, наверное, хочет! Это не того! Вот она! А ну, стой! Вьюшка! Эй! Эй! Мы отдаем вам Вьюшку! А за это вы отдаете нам ваши запасы на зиму! И все довольны! Ну что, как вам такой план? А как тебе мой план? Сейчас как дам! Подожди, Тик! Мы должны вернуть Вьюшку во что бы то ни стало! Иначе Тайга может погибнуть! А как же запасы? Придется собрать новые! Спайк, мы согласны! Ну вот! Такой разговор мне нравится! Я всегда говорил! Главное, работать головой! Спайк! Вьюшка того! Провалилась! Что? Еще немного! И вся Тайга заледенеет! Надо скорее вернуть Вьюшку! Вот! Она упала сюда! Придется идти за ней туда! Туда? В ледяной лабиринт? Нет! Ледяной лабиринт? Лео! Мы же не пойдем туда! Я пойду! О нет, Лео! Эх, ладно! Я с тобой! Сейчас только шишек наберу, а то там эти летучие мыши, пауки всякие! Ой! Видеть не могу эти лабиринты! Вьюшка! Ау! Думаю, нам направо! Направо так направо! Вьюшка! Опять тупик! Нет, мы ее никогда не найдем! А если и найдем, то обратно все равно не выберемся! Вставай, Тик! Надо идти! Куда это они там провалились? Ну, мелкий, это все из-за тебя! А чего сразу я? Она сама... Это еще кто? Кто? О, Лео, смотри! Кедровый орешек! Получается, мы тут уже были! Кедровый орешек? Вау, Тик! Да ты гений! Я? Ну, спасибо, конечно! Давай сюда шишку! Теперь мы точно не заблудимся! Ух ты! Мы будем отмечать орешками свой путь! Вот это я круто придумал! Тик, сюда! Мы нашли ее! Мама! Где моя мама? Эй, не плачь! Хочешь к маме? Ага! Ну, пойдем! Мы знаем дорогу! Вьюшка! Мама! Мамочка! Вьюшка! Мамочка! Мамочка! Доченька моя, ты нашлась! Спасибо вам! Мамочка! Смотри! Иней тает! Зверуха больше не сердится! Да! Мы молодцы! Ну вот, теперь мы к зиме точно готовы Смотрите! Ура! Первый смех! Ура! На! Сюда давай! Ну чего ты там застрял? Левее иди! Да говорю же, правее! Ну я же говорил, головой работать надо! Подарок Духа Тайги Славный, свежий, упитанный кабанчик Сам явился к обеду А ну стоять! Уи! 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 Так, сюда! А теперь сюда! А, нашел! Очень, очень хорошо! О! Видели, да? Куба полчаса пыхтел и не нашел! А я такой бац-бац и нашел! Во какой у меня нюх! Ха! Молодец, Тик! Мапа Пандига, а откуда вообще появился этот нюх? О! Это давняя история, дети! Когда-то у зверей нюха, то есть обоняния, вообще не было! О! О! Ничего себе! Вот, послушайте! В те давние времена звери полагались только на зрение и слух! А однажды в тайгу пришла суровая зима! Такая морозная, какой еще никогда не было! А землю укрыло толстое снежное одеяло! Трудно стало животным пищу искать! Голодать они стали! А зимы той конца краю не видно было! Сжалился тогда дух тайги над своими детьми и одарил их обонянием, чтобы они могли еду учуять хоть под самым толстым слоем снега! А-а-а! Всем-всем подарил? Всем! А самый острый нюх достался свирепым хищникам, волкам! И потому, дети, надо быть осторожней! Говорят, в нашем лесу красный волк объявился! Ой, мамочки! Я в лес теперь не пойду! Мапа! Давай лучше цветы искать! Теперь моя очередь! Давай, милая! Тик! А где Куба? Куба! Да он, наверное, все еще свой цветочек ищет! Дух тайги ему с нюхом не очень-то помог! Ха-ха! Нет, Тик! В кустах его нет! А вдруг он в лес пошел? Там же красный волк! Нет! Он точно где-то тут! Тик! Надо его найти! Куба! Ау! Ты где? А ну, выходи! Тик! Да не кричи ты так! А то вдруг красный волк услышит! Тик! 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 Очень чуть-чуть! Не за да! Еще! Тик! Тик! Не за да! Что нужно? Да! И чего его в лес понесло? На, это всё из-за тебя, Тик. Если бы не ты, Куба никуда бы не ушёл. А что это сразу я? А кто над Кубой смеялся, а? Куба, ты уже полчаса ищешь. Может быть, ты нюх дома забыл? Я понял, ты нюх на жёлоде променял. Лео, но я же не знал, что он такой обидчивый. Тик, нельзя смеяться над другом. Вот тебе приятно, когда Харзы над тобой смеются. Из-за того, что ты высоты боишься. Ладно, ладно, я всё понял. Стой! А где запах? Он пропал. Не нравится мне это, Лео. От кого же он прячется? Лео, тут ещё какой-то запах. Спокойно, Тик. Он не настоящий. Куба, ну давай, уходи, уходи. За ними! Нужно спасти Кубу! Ага, если его ещё не съели. Какой сюрприз. Котятки на десерт. Лео, а этот настоящий? Ты слышал десерт? Куба, наверное, уже слопал. Теперь за нас примется! Бежим! Ай-яй-яй! Бежим! Тик! В третий трясина! Дальше бежать некуда! Прячемся здесь! О, за кочку! Может быть, не заметит. Ну что, котятки? Дальше-то бежать некуда. Кажется, заметил! Чую, чую. Мои милые, вкусненькие, сладенькие котятки. Тигрёнок. Мой леопартик. Точно заметил. Лео, придумай что-нибудь! Птик, это... Это же чудище болотное. Всё, теперь нам точно конец. Ну всё, котятки. Я... Иду! Кабау! Я... Уже... Здесь! Что такое? Куда вы подевались? Ничего не понимаю. Я же шёл по следу. Ладно. Вы меня перехитрили. А в другой раз. Вам от меня не скрыться. Ушёл! Он нас просто не унюхал. Тик! Спасибо чудищу. Грязь запах отбила. Куба! Ура! Эй! Будеряшка нашёлся. А мы тебя за чудище болотное приняли. Слушай, Куба, ты это... Ты извини, что я дразнился. Может, нюх у тебя не очень? Но так спрятаться я бы не догадался. А это Ландыш Майский. Мой любимый. Понюхай, какой аромат. Фу, Мапа, лягушками пахнет. Ой, действительно, как-то странно пахнет. А это от нас. Ой, я грязевое чудище. Я всех вас спасу. Фу, Тик, никакое ты не чудище, а просто чумазый тигрёнок. И пахнешь лягушками. Ха-ха-ха-ха! До свидания, Феофан. Тоже не придумали интересный вопрос? Я всю ночь думал, думал. И ничего не придумал. А я придумал! Но уже забыл. Привет, Феофан! Тоже решил послушать мапу? Нет-нет, друзья. Я только попрощаться. Как попрощаться? Уже сентябрь. Сегодня на закате наша стая вылетает в тёплые края. Вон там, у синих сопок, место сбора. Ого! Как далеко! Разве это далеко? О! Вот тёплые края действительно далеко. Несколько дней напряжённого полёта в жару и в холод сквозь ветры и були. Ну, что, детки, какие вопросы вы мне приготовили? Сегодня я, как обещал, отвечу на самый интересный вопрос. Что же, нет вопросов? Есть! Мапа-пандига! А почему аисты улетают на зиму в тёплые страны? Молодец, Лео! Хе, замечательно! И это действительно интересно! Давным-давно, ещё в начале времён, на Земле всегда было жарко. Но климат начал меняться. Животные стали выбирать себе шубы или перья. Те, кто выбрал перья, научились летать и стали птицами. Позднее выяснилось, что перья не слишком-то хорошо греют зимой. Но птицы уже не захотели менять свои перья. Ни на какие самые тёплые, красивые шубы они не променяли бы новое, прекрасное чувство полёта. Поэтому с тех пор многие птицы каждый год вынуждены улетать далеко-далеко в тёплые края, чтобы там переждать суровую зиму. Хорошо, что у меня такая шуба. Я бы ни за что не долетел до тёплых краёв. Красивое! Откуда оно здесь? Это перо Феофана! Как же он долетит без него в тёплые края? Нужно вернуть перо Феофану. Думаешь, успеем? У нас нет другого выхода. Тогда вперёд, мальчики! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, не бойся! Я первая прыгну! Ну да, девочек всегда вперёд пропускают. Вот это да! Почему мы раньше так не прыгали, Иль? Тут такая высота. Лео, я не смогу. Я вас лучше здесь подожду. Ладно, Тик. Оставайся, если хочешь. Только поймай сначала Лиану. Молодец, Тик! Крыгай! Вытащи меня, Лео! Держи! Не отпускай! Тик! Я сейчас! Держи лапу! Что ж ты, Тик? Да он за колючку зацепился. Ну вот и не смог прыгнуть. Ну да, зацепился. Ой, какой густой туман! Ничего не видно! Всё! Скоро отлёт, а мы, кажется, заблудились. Как же, Феофан! Перо! Перо! Держите, улетит! Ай, зачем оно теперь? Всё равно опоздали. Из этого тумана мы не выберемся. Волшебное перо! Показывает нам дорогу! Всегда бежим, летим, спешим, Мы другу на подмогу. Пускай волшебное перо Укажет нам дорогу. И если ты попал в беду, Не бойся, не грусти. Помогут верные друзья. И мы уже в пути! Пускай твердят, что не друзья, Пираты и зверя. Не верь для трусы, Не звонит наш шлифы, феофан. Ла-лай-лай-лай, ла-лай-лай, Ла-лай-лай-лай, ла-лай-лай. Ла-лай-лай, ла-лай, ла-лай, Ла-лай-лай-лай, ла-лай-лай. И мы пройдём сквозь тёмный лес, Через густой туман. Не остановит нас река, Ведь ждёт нас Феофан. Всегда бежим, летим, спешим, Мы другу на подмогу. Пускай волшебное пиро Укажет нам дорогу. Пускай твердят, что не друзья, Пираты и зверя. Не верь для дружбы, Не границ наш милый феофан. Ла-лай-лай-лай, ла-лай-лай, Ла-лай-лай-лай-лай-лай. Ла-лай-лай-лай, ла-лай-лай-лай, Ла-лай-лай-лай-лай. А где тик? Его нигде нет. Ну, насмешил феофан. Тигр, леопард и рысь твои друзья. Ни за что не поверю. Куда он мог деться? Лео! Яра! Не везет мне сегодня. То за колючку зацепился, То вот яму провалился. Видеть не могу эти пляны. А где же аисты? Улетели! Ай, все-таки опоздали. Скорей! Сюда! Можешь не верить, Но у меня Замечательные друзья. Успели! Ура! Вставляй его на место. Да, это мое перо. А зачем? Ты же без него не долетишь. Что ты, тик? Из-за одного пера я хуже летать не стану. Выходит, мы зря пришли? Совсем не зря. Я так счастлив, друзья, Что вы пришли проводить меня. А перо дарю вам на память. До свидания! До свидания! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Помогите достать, а? Пожалуйста! Мила, ну ты посмотри, Какие у меня лапы! Во! Они туда и не пролезут! Мила, Ты извини, Нас мапа ждет. Мы тебе обязательно поможем. Потом! История героя. Сегодня, детки, Расскажу я вам историю О песне соловья. Ну, мапа пандига! Опять про золовьев! А можно что-нибудь такое Геройское? Ага, Про сражения там всякие. Геройское? Про сражения всякие? А есть у меня такая история. Давным-давно это было. Все звери тогда в лесу мирно жили. Друг друга не обижали. Но случилась беда. Из далеких краев Явилась в тайгу Стая волков. Были волки злые и кровожадные. И не было от них покоя Жителям нашего леса. Совсем зверям житья не стало. Собрались они на совет, Чтобы решить, Кто встанет на защиту родного леса. Но никто не отваживался Бросить вызов свирепым волкам. И только один самый сильный, Ловкий и смелый зверь Вызвался дать волкам отбор. Всю ночь длилось сражение. Трудно пришлось герою. Но не отступил он. И прогнал волков из леса. У-у-у! Здорово он этих волков! Жух! Бух! Мапа-пандига! А кто был этим героем? Леопард, да? Почему это леопард? Наверняка это был тигр. Кто-то говорит, что леопард. Кто-то тигр. Давно это было. Ладно, детки, бегите. А я вздремну. Тигр! Бежим в героя играть! Значит так, Тик. Я буду героем, а ты волком. А ну-ка попробуй, повой. Ой, ну так дело не пойдет. Это не волк. Это бурундук какой-то. Сам ты бурундук. Тик, а вот сюда попробуй. Здорово, Тик. Да ты просто настоящий волк. Лео, а почему это я должен быть волком? Я хочу быть героем. Ну нет. Героем был леопард. Но Мапа же сказал. Мапа просто не хотел тебя расстраивать. А может он тебя не хотел расстраивать? Любому понятно, что героем был тигр. Тигр сильнее леопарда. Ха, подумаешь сильнее. Зато леопард ловкий. Нет, я не согласен. Я буду героем или никем. Тик, давай так. Кто первым до вершины доберется, тот героем и будет. Ладно, договорились. Эй, так нечестно. А ты не зевай. Догоняй. Стаешься? Лео, не отставай. Ой, глубоко как. Ну, давай же ты, доставайся. Ой, застряла. Лео, помоги мне. Я застряла. Слушай, Мила, ты подожди, я сейчас. Я только Тигу покажу, кто настоящий герой и вернусь. Милка, Лео увидела? Ага, он туда побежал. Тик, помоги мне. Милка, сейчас никак. Вот Лео обгоню и сразу вернусь. Ты только никуда не уходи. Куда же это я уйду? Смотри-ка, Ласка. Попалась, бедняжечка. Поможем ей? Ага. А заодно и пообедаем. Ну и кто же тут герой? А? Ну что, герой, сдаёшься? Герои не сдаются. Тик. Ага. 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 Тик. Ну, да отпусти ты меня. Кряга противная. Я... Ну... Кто там? Лео? Тик? А вот ты не угадала. Ха-ха-ха-ха. Ой-ой-ой. Ну что, попалась? Попалась? Лео! Лео, ты только не отпускай! Не отпущу! Карабкайся по мне! Ой! А ты выдержишь! Выдержу. Леопарды крепкие. Есть давай. Знаешь, Тик, дурацкая была затея с этой гонкой. Можно ведь и по очереди в героя играть. Сначала я, потом ты. Ага. Только лучше сначала я. Помогите! Это мило! Что-то случилось! Бежим скорее! Вот тебе! На! На! Получи! А ну, перестань! Вот тебе и чё! Тебя это всё равно не помажет! Лео! Тик, где же вы? Ай, ничего! Сейчас шишки-то у тебя закончатся! Да! Закончатся! А ну, оставьте милу в покое! А не то я вам... А, ещё еда! Ну-ка идите сюда, мои вкусняшечки! Это кто здесь еда? Лео! Покажи им! Хе-хе-хе-хе! Хватай его! Давай их просто выкинем отсюда! Вон у нас есть и поспокойнее еда! Нет! Нет-нет-нет! Только не трогайте меня! Не надо! Шеф, что это? Волки? Ерунда! Какие еще волки? Злые и голодные Шеф, они уже тут! Это точно стая волков! Ладно, уходим! С волками лучше не связываться Тебе повезло, Ласка! На этот раз! Лео, осторожно! Там волки! Не бойся, Мила! Нет никаких волков! Это мы с Тигом! Ой! Прямо как настоящие волки! Я даже испугалась чуть-чуть! А вот и орех! Спасибо, ребята! Вы настоящие герои! Тик, я тут подумал, а может герой, который прогнал волков, был не один? Может их было двое? Ага, точно! Тигр и леопард! А давай будем героями! А Милка волком! Бежим играть! Эй, почему я? Я не хочу быть волком! Мальчики, стойте! Ну, ребята, так нечестно! Лео, Тик! Пробуждение дракона Тик, не будь занудой! Давай с нами! Да, Тик! Вон от его кедра на вершине и обратно! Делать мне больше нечего! Лучше я вас тут, внизу подожду! А полосатый боится! Сейчас я тебе! Ну, ладно! Давай, Мила, командуй! На старт! Внимание! Марш! Лапы против крыльев! Интересненько! Тео! Тео! Кино! 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 Ну и быстрые же у тебя крылья! Ух! Ладно! А ну! Кто первый спустится? Стойте! У Петнистого теперь новый друг! Не такой трус, как ты! И кто трус? Я! Смотрите, смотрите! А вот и они! Какой же все-таки киноклассный! Так летит! Кино-молодец! Кино-классный! Только и слышно! Кино-то, кино-сё! И ты, Мила, туда же! Лео променял Тиган на крыла тобой! Получил! Куба, пошли отсюда! Иди, иди! Теперь ты Петнистому не нужен! Куда тебе до этого пернатого? Я первый! Вау! Тиг, Куба, вы куда? Некогда нам тут с вами! У нас с Кубой дела! Придумаем что-нибудь поинтереснее! Глупых гонок! Что это с ним? Кто его укусил? Ох! Укусил, не укусил? Скорее уж клюнул! Хе-хе-хе-хе! Что это? Не знаю. Земля будто дрожит. Бежим скорее к Вальпе Тиган! Может, он знает, что происходит! Да, говорят, когда-то давным-давно земля так же тряслась. А случилось это так. Великая гора, та, что на востоке, дружила с ветром. Очень нравилась горе, когда ветер качал верхушки ее сосен. Но однажды ветер взлетел выше и стал играть с облаками. Рассердилась гора. А потом все небо заволокло черными тучами. И появился он. Кто? Дракон! 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 Огромный, как гора, и беспощадный, как огонь. Ни один зверь не мог его одолеть. А как же... Как же его остановили? Ветер. Подлетел он к дракону. И ни один. Привел он с собой облака. Закружили, затанцевали они. Успокоился дракон. Превратился снова в великую гору. Облака укутали ее белым одеялом. И дракон уснул. Дракон уснулся. Дракон уснулся. Но сейчас он проснулся. Нам нужно найти Тиго. Бежим. Я полечу вперед. Мальчики, вы куда? Он проснулся. Надо бежать. Мальчики, вы куда? Мальчики, вы куда? Дракон, 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 проснулся. Эх, а я-то думала, Лео мой лучший друг. А он... Кино давай наперегонки. Кино ты так здорово летаешь. Эх, Лео, Лео. Дракон, дракон, проснулся. Дракон, дракон, проснулся, дракон. Эй, вы! Что ещё за дракон? Там, на горе, он проснулся! Все его боятся! А я вот не боюсь! Пойду туда и посмотрю, что там за дракон. Куба, ты со мной? Ну и ладно, тогда я один пойду. Пусть все видят, какой я храбрый. Полосатый, совсем того. К дракону в пасть собрался. Харзы, бежим! Да где же Тик? Куда он мог пойти? Куба, где Тик? На гору? Тик пошёл на гору? Но зачем? Ну, где этот дракон? Сейчас он у меня попляшет. Вот расправлюсь с этим драконом. Тогда посмотрим, что Лео скажет. Начнёт просить. Тик, ну пожалуйста, давай поиграем. А я ему не это, Лео. Иди, скину играть. Вот что это за дракон. Он проснулся. Где же Тик? Скорее, я видел Тика. Он там. И зачем я сюда полез? Дик, сзади камень. Дик, берегись! Дик, Дик! Давай лапу! Нет, Лео. Уж как-нибудь без тебя. Тик, хватайся за меня. Я попробую тебя поднять. Отстань от меня! Тик, камень сейчас совсем провалится. Ну и пусть. Я же вам не нужен. Лео, ты что? Зачем ты прыгнул? Ты же мой друг. Пропадать так вместе. Друг? А я думал, что ты теперь дружишь. Только скину. Тик, ну ты даёшь. Мы же с тобой с детства вместе. Куда ты? Туда и я. Лео, это всё из-за меня. Да и Кину я зря обидел. Ты прости, дружище. Дик, смотри! Ого! Одно. Лично. Ли... Девушки отдыхают. Лео, все успокоилось. Это что, дракон заснул? Ага. Только как мы теперь отсюда выберемся? Ребята, держитесь. Я привел помощь. Ребятишки, хватайтесь. И тогда Лео прыгнул ко мне и говорит, куда ты, туда и я. И тогда я понял, что был неправ. Потом ветер и облака и все такое, и дракон уснул опять. Вот, мапа, пандига. А почему дракон опять уснул? Думаю, детки, это потому, что Тигу удалось победить дракона. Дракона? Да я его даже не видел. Ура! Тиг победитель дракона! Кто? Я? Правда? Ну, вообще-то да. Эй, украдитель драконов, пора домой. Кино, прилетай завтра. Я такую игру знаю. Сыгранем вместе. Ага. В дракона! Нет! Только не в дракона. Ну, чего ты, Лео? Я и правду ни капельки не испугался. Да попадись он мне, этот дракон! В каждом из нас дремлет свой дракон. И победить его можешь только ты сам. Старый друг. Девятый друг. В четыре. В четыре. В четыре. В шесть. В восемь. Нет! Здесь Тиг меня сразу найдет! В двенадцать. В двенадцать. В шестнадцать. В шестнадцать. Спрятаться. Двадцать один. Двадцать пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Так. Лео, я иду. Вау! Вот это я спрятался. Здесь пьячек и до ночи не найдет. Лео попался! Лео! Держи меня! И стой! Вот это стой! Эй, Дид, а я... Дид, меня подожди! Вау! Вот это да! Давай еще раз. А давай. Лео, а где ты это гнездо взял? На дереве, конечно. А вдруг оно... Ну, гнездо это чье-то? Ну вот, гнездо-то пустое, а пустое значит заброшенное. Лео, Тик! Нас мапы ждет! Сейчас, сейчас! Уже идем! Тик, давай его пока спрячем, а потом еще покатаемся. Ага. Давай сюда. Ребята! Ну где вы там застряли? Мила! Подожди нас! Так, расскажу-ка я вам сегодня одну замечательную историю. Что нам делать с буйным ветром? Что нам делать с буйным ветром? Что нам делать с буйным ветром? Море над волной! Ветер мы прогоним! Мапа! А кто это там летит? Вороны? Сама ты ворона, милка! Это орлы! Тихо, тихо, тихо! Ссорьтесь! Это аисты! Они в свои гнезды и с зимовки возвращаются. Эй-хо! 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 Феофан! Дружище! Как хорошо, вернувшись домой, старого друга увидеть! А это еще кто? Познакомьтесь, детки! Это Феофан! Мой старинный друг Аист! Дяденька Феофан! А трудно было в пути? Как говорят в далеком Китае, дорога до родного гнезда начинается с одного взмаха крыла. А знаете что, ребята? Расскажу-ка я вам легенду об аисте. О-о-о! И я с удовольствием послушаю. Хорошо. Давным-давно жил на свете один аист. Совсем один? Да, один, один одинешенек в огромном гнезде. И решил тогда аист найти себе подругу. Вот однажды увидел он под самыми облаками настоящую красавицу. Только оказалось, что красавица эта дочь самого могучего ветра. И отдавать ее он никому не собирался. Летел ветер. И расцветал гнездо аиста. Но и аист сдаваться не захотел. Построил новое гнездо, крепче прежнего. И тут ветер понял, что нашелся для его дочери достойный жених, упорный и смелый С тех пор аисты в свои гнезда год от года возвращаются И семьи у них крепкие на всю жизнь Дяденька Феофан, а у вас тоже подруга есть? У аисты с гнездом есть все Кстати, приглашаю в гости, тут рядом, на соседнем холме Тик, у меня какое-то нехорошее предчувствие, что хозяин гнезда нашелся Правда? И кто это? Гнездо пропало! Ой, как пропало? Совсем пропало Может, ветер унес куда? Какой ветер! Это же самое крепкое гнездо во всей тайге! О, моя Феофаня уже с минуты на минуту будет здесь! О, вы не видели ее в гневе! Все, я пропал Вы не беспокойтесь, мы сейчас Мы с Лео его быстро найдем Бежим, Тик! Лео! А где гнездо? А я откуда знаю? Раньше было тут? Странно Не могло же гнездой исчезнуть Стой, слышишь? Вот это здорово! Видели, как мелкий подлетел? Осиди, давайте, быстрее! Осиди, давайте, быстрее! А ну, отдайте наше гнездо! Ваше гнездо? Хорзы, вы слышали? Петнистый с полосатым Теперь гнездо вьет! Оно не ваше и не наше Просто у гнезда хозяин есть Отдавайте! Ага! Сначала догоните! По-хорошему отдайте! А то сейчас будет по-плохому! А-а-а! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А-а-а! О-о-о! О-о-о! А-а-а! Дик! Ох, нам сейчас попадет! Это все, что осталось от моего гнезда! Эх, детки, как вам не стыдно! Это не мы его с дерева сбросили! Ага, это они! Хе-хе, лучше не скажешь Мапа, мы просто в прятки играли, и оно само упало Я не хотел А потом Мы подумали, что оно ничье Простите нас! Да! Простите нас, пожалуйста! Как говорят мудрецы Бывает только неправильный путь Но не бывает безвыходных положений На этот конец! Э-э-э! Детки, детки! Мапа, Пандига! Мы это Все исправим! Ох, ребята! У меня есть идея! Лё, а это подойдет для гнезда? Для крыши пойдет! А эти? Отлично! Туда клади! Ага! Хорошо! Правильно! Пусть пятнистый с полосатым строит! Правильно! А мы-то чего? Чего-чего! Собирай давай! Так! Еще чуть-чуть! Так! И вот здесь! Так! Мил, да хватит уже! И так красиво! Тик! Зови! Ага! Дяденька Аист! Все! Все! Можно смотреть! Ручьи несут свет! С приходом весны вернулся домой я! Вот это сюрприз! Вот это сюрприз! Как романтично! Ну что? Погнали! Кто первый до того куста? Давайте на раз-два-три! Раз! Два! Три! Эй! Стой! Как не честно! Эй! Оу! Вылетим домой! Три! Три!